Всем хорошего дня, с вами Серверти, и сегодня мы поговорим более детально про редкие или стратегические ресурсы, где их добывать и на что они тратятся. Данный материал подготовлен на базе версии 2.2.3 Легуин. В игре всего 7 редких ресурсов. Летучие пылинки, экзотические газы, редкие кристаллы, живой металл, зеро, темная материя, наниты. Все они добываются в космосе, и лишь первые три можно производить на планете. Вдобавок, стратегические ресурсы можно приобрести на рынке, но для их разблокировки вы должны получить или произвести востребованный ресурс. Исключением являются наниты, их можно только производить. Теперь детально по каждому стратегическому ресурсу. Летучие пылинки – это сверхъестественные частицы, содержат огромное количество энергии, которое можно было бы использовать в производстве в качестве топлива, или даже как взрывчатку. Их можно найти на астероидах и расплавленных мирах, а для добычи нужно изучить технологию стабилизации пылинок. Вдобавок, эта технология разблокирует здание-ловушка для сбора пылинок. Его можно построить на мирах с планетарной особенностью пыльные пещеры, где рабочие будут производить по 2 единицы летучих пылинок в месяц. Из альтернативных источников можно синтезировать летучие пылинки, используя минералы. В этом нам поможет технология завода летучих материалов, открывая возможность строить химические заводы, где специалисты-химики будут перерабатывать минералы в летучие пылинки. Последний способ – обратиться к торговому анклаву «Риганская торговая биржа» для приобретения ежемесячного прироста на выгодных вам условиях. Применяются летучие пылинки в постройке и содержании улучшенных сплавов литийных заводов, крепости, центра очистки полезных ископаемых и центра переработки пищи. Из вооружения применяются в улучшенных торпедах, автопушках, кинетика и ракеты 4-5 уровня, кинетическая батарея, мега и гига пушка и вихревые ракеты. Избыток летучих пылинок можно потратить на указы. Перераздел с летучими пылинками, летучие боеприпасы, летучая взрывчатка, летучая реактивная броня. Редкие и экзотические газы, которые используются для самых разных целей, особенно при управлении продвинутым энергетическим оружием и силовыми полями. Некоторые из газов также могут использоваться в качестве топлива, для звездолетов или даже как легкие наркотики. Экзотические газы можно найти на газовых гигантах и токсичных мирах, а для их добычи нужно изучить технологию добычи экзотических газов. Вдобавок, эта технология разблокирует здания-колодцы для добычи газов. Их можно построить на мирах с планетарной особенностью «Бурлящее болото», где рабочие будут производить по 2 единицы экзотических газов в месяц. Из альтернативных источников можно синтезировать экзотические газы, используя минералы. В этом нам поможет технология переработки экзотических газов, открывая возможность строить фабрики по переработке экзотических газов, где специалисты будут перерабатывать минералы в экзотические газы. Последний способ – обратиться к торговому онкологу Сура Корп для приобретения ежемесячного прироста на выгодных вам условиях. Применяются экзотические газы в постройке и содержании улучшенных научных лабораторий, театров, полицейских участков, медицинских центров и энергоядра. Из вооружения применяются в улучшенной плазме, щитах и накопителе щитов. Избыток экзотических газов можно потратить на указы. Термоформирующие газы, экзотические газы как топливо, экзотические газы для усиления щитов. Редкие кристаллы обладают свойствами, которые делают их чрезвычайно эффективными при фокусировке лазерных лучей. Также они являются важнейшим компонентом в самой современной электронике. Кроме того, многие культуры используют их как декор и украшения. Редкие кристаллы можно найти на ледяных эстероидах и замерзших мирах. А для их добычи нужно изучить технологию добычи редких кристаллов. Вдобавок, эта технология разблокирует здания кристальные рудники. Их можно построить на мирах с планетарной особенностью – кристаллические пещеры, где рабочие будут производить по 2 единицы редких кристаллов в месяц. Из альтернативных источников можно синтезировать редкие кристаллы и используя минералы. В этом нам поможет технология производства редких кристаллов, открывая возможность строить фабрики синтетических кристаллов, где специалисты будут перерабатывать минералы в редкие кристаллы. Последний способ – обратиться к торговому анклаву Муатаганская торговая гильдия. Для приобретения ежемесячного прироста на выгодных вам условиях. Применяются редкие кристаллы в постройке и содержании улучшенных гражданских предприятий, храмов, торговых центров и роскошных жилищ. Из вооружения применяется в лазерах 4-5 уровня, энергетических X-орудиях, дезинтеграторах и в укреплении обшивки. Избыток редких кристаллов можно потратить на указы. Кристаллические сенсоры Фокусирующие кристаллы Живой металл – это неорганическая субстанция, обладает характеристиками, обычными, наблюдаемыми у биологических форм жизни. Он всегда пытается вернуться в форму, в которой он приобрел стабильное состояние. Живой металл всегда появляется на разрушенных мирах контингенции, а также его можно найти, исследуя аномалии. Часть аномалий относится к квестовой линии Cybrex. Добывается только в космосе и требует технологию Живой металл. Иногда этот материал могут продавать караванщики Рекет. Используется Живой металл только для указа мега-сооружения из Живого металла. ЗРО – очень редкая взвесь необычных частиц. Она возникла в ряде миров после падения метеоритов, но настоящее место ее происхождения неизвестно. Если ЗРО вдыхают существа с псеническими способностями, оно действует как мощный наркотик, усиливающий пси-таланты. ЗРО – очень редкий ресурс и используется для производства псенических щитов. Найти его можно на газовых гигантах и токсичных мирах. А для его добычи требуется технология дистилляция ЗРО. Темная материя – это редкое вещество, бодающее свойствами, которое нарушает пару-тройку законов природы. Запасы, пригодные для добычи, расположены только около черных дыр и в некоторых туманностях. Для добычи темной материи требуется изучить технологию извлечения темной материи. Используется же темная материя для постройки кораблей с компонентами на базе темной материи. Наниты – простые, но мощные нано-актуаторы, позволяющие производить сложные манипуляции и эксперименты в мезоскопических масштабах. Наниты находятся в эл-кластере и не требуют технологии для добычи. Используются для содержания постройки нанитовый преобразователь и постройки кораблей с нанитовой системой ремонта. Остаток можно потратить на указ нанитовые приводы для ускорения исследования. Его я, кстати, так и не нашел, но в патчнотах есть. Как уже было сказано, все перечисленные редкие ресурсы добываются в космосе, а на количество добываемого ресурса влияют технологии улучшения добычи и принятия ветки традиций процветания. На планетарную же добычу влияет как высокая стабильность планеты, так и бонусы от идеального мира, экумонополиса, машинных миров и мира улья. Обратите внимание, что обычные здания, требующие планетарные особенности, не потребляют минералы и требуют должность рабочего. Следовательно, рабочие с бонусом производства и рабы увеличат добычу этого ресурса. Последнее, что влияет на добычу, это специализация миру по добыче этих редких ресурсов. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и увидимся с вами в следующей серии. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok